Всем привет, ребятки! Всем-всем-всем привет! Привет-привет! Привет-привет! Как ваши дела? Как ваше настроение, мои хорошие? Пишите! Сегодня будет обзор моих покупочек. Я заказала на Яндекс.Еде из пятерочки. Заказала три пакета продуктов. Ну, там, конечно, еще вода. Пять литров. Я покажу сегодня, пожаршу упаковочками. В общем, сегодня будет интересно. Расслабляющее видео. Сегодня буду вас расслаблять. Своим шепотом и шелестом упаковок. Вот такой вот сочник. Я взяла этот сочник с творогом. 110 грамм. Манго. Это манго сушеное. Вот так вот оно выглядит. Здесь прозрачное такое окошко. Такая вот упаковочка. Я покупала 2 плюс 1 акция по 109 рублей. Здесь идет 100 грамм. Одной пачки уже нет что съедать. Вкусная, вкусная. Очень вкусная. Особенно с чаем. Это для любителей мамок. Кто любит манго. Дальше я взяла в такую банку тушенки. Я ее обожаю, потому что это из индейки. И она еще шла по скидке. Обычно она по 169 рублей. Здесь она по 140. я взяла баночку. Буду готовить. Не знаю, может быть с гречкой сегодня сделаю. Тушенка с гречкой будет. Это очень хорошая фирма, мясная фирма. Мне она нравится, потому что там нет костей, нет очень мало кожи. В основном мясо кусочки есть немножко. Сейчас немножко стали халтурить, добавлять сюда кожу. Ну, а буквально год назад вообще вкусняшка была. Но сейчас пока что еще ее покупают. Все-таки мяса здесь больше, чем кожа. Вот. взяла кетчуп Растория. Обычный, самый простой кетчуп. Фирма Растория. Здесь он идет шашлычный. Мне нравится тоже иногда миксовать. Беру иногда томатный, иногда шашлычный. Иногда люблю лечо взять с кусочками овощей. и очень вкусно. Что-то вроде соуса такого. А шашлычный здесь он идет с таким перчиком таким. И он без красителей и консервантов. Здесь три стакана масла подсолнечное. Я взяла нерафинированное масло зеляночка для салата. Оливковое масло сейчас вообще просто нереально дорого стоит по 900 рублей. То, которое стоило по 400 900 рублей, а самое по красной цене, которое стоило по 300 по 200 стоит уже по 500 рублей. Я его не хочу брать. Я вот лучше возьму подсолнечное масло нерафинированное и буду добавлять его в салатики. Буду делать у меня салат. Взяла салат айсберг и нормально. 70 рублей. Очень вкусная зеляночка, нерафинированная, высший сорт. 650 миллилитров такая баночка. Дальше пельмешки. Пельмешки тоже от этой же фирмы. Что и кетчуп. Хорестовая тоже эта же фирма. Уже неоднократно. Очень нравятся эти пельмени вкусные. Вкусные готовить 6-8 минут классические 800 грамм. В морозину в морозину их кладу и забываю. Вспоминаю, когда что-то хочется по-быстренькому перекусить, когда готовить еще нужно долго. Тогда вот эти пельмешки подходят для быстрого приготовления. И могу посоветовать их покупки. Я их практически каждый раз покупаю. Ну и еще мы берем пульмени. Пульмени тоже очень вкусные. Горячая штучка пульмени. Так, где-то так вот. одну упаковку блинов взяла. Тоже с мясом. Аналогичная ситуация. Кладу в морозилку и забываю, когда что-то хочется побыстренько разогреть, подогреть. Готово. А так блинчики мы готовим. А то как-то мне в комментариях дописали, что блины не может приготовить. Но я говорю, что вложу только когда хочется покушать по-быстренькому. А так у меня дочка очень блины вкусно готовит. И такие тоненькие. Вот у меня тоненькие никогда не получаются. Вообще никогда. А у получается она готовит. А это просто для перекуса, так сказать. Наггинсы хрустящее. Кулиные наггинсы. Это от фирмы Мираторг. Классические. Да, классические. Еще мы такие берем с сыром. тоже очень вкусные. Но это просто классика. Здесь у нас идет 300 грамм готовится быстро. Можно их поджаривать на сковородке либо в микроволновке. 5 минут где-то 5-6 минут. Тут 6 минут написано только разогреть. Они уже готовы разогреть их только 6 минут. Но когда сильно разогреваете их на сковородке, то они становятся такие жесткие и невкусные как резина. Поэтому я думаю, что достаточно 3 минут. это уже смотря какая микроволновка мощность. Если мощная, то 3 минут достаточно. Это рыба я набрала ментая. 168 рублей в ее покупке. Я уже не буду открывать там еще рыбка миндай тоже очень вкусная. ее жарим, тушим. И она хорошая здесь не перемороженная. Берем часто. И недорогая тоже. 1 килограмм 168 рублей. Дальше 1,4 литра молока взяла 3-2 процента просто квашеная. Тоже очень вкусное молоко. Большая упаковка. Вкусно. добавляем в кашки. Один качан взяла салата айсберг. Буду делать салат из индейки. Индейку тоже взяла упаковку. Индейка, салат масло подсолнечное. Вот этой вот фирмы хороший салат айсберг. Он не горький. Обычно бывает купишь где-нибудь в магазине в какой-нибудь и он горчит. Ну так невкусно. Почему мне нравится айсберг? Потому что он очень хрустящий и вкусный. А еще он пополезный. и конечно мягкий. Что самое главное не как капуста а мягкий. И сейчас какая-то не знаю скидка была 130 рублей. Качан взяла индейки. И вот такая вот индейка. Здесь она уже сразу идет кусочками кусочками. Охлажденная. Обожаю я покупать такую индейку она без жира совершенно. И котлетки из нее вкусные. И рагу вкусные. Вот такая. Вот. В общем вкусняк. вязанку взяла. Не знаю я просто в корзину закинула не знаю докторская колбаса вязанка безупречный нежный вкус за 100% натуральным мясом. Небольшой кусочек вязанки сейчас вообще какие-то маленькие стали. Смотрите. Были такие побольше раньше. Ну сколько она 150 по-моему. Не знаю мне раньше нравилось уже давно не ела я вязанку. Попробуем потом. Как она будет вкусная нет. баночку сметанки взяла 57 рублей 10% да не жирная она очень вкусная тоже. Вкусняшка. здесь значит у нас идет 300 грамм да 10% ну вот такая вот свежая сметана из отборных сливок натуральный продукт без сухого молока консервантов к моему собственной фермы но она действительно очень очень вкусная. Ой а вот у меня сегодня был обзор покупок я набрала здесь у меня примерно вышло на 1800 рублей да 1800 где-то потому что от 1500 в пятерочке бесплатная доставка я взяла на 1800 но вот такой обзорчик был сегодня мой хороший подписывайтесь на мой телеграм канал подписывайтесь на мой пустик я всех всех приглашаю к себе ну и конечно желаю всем добра и счастья отличного настроения любви пока 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 пока